...дискредитации против борющихся с режимом. Сейчас же мы увидели явный прецедент коррупции, в которую был и вовлечен действующий президент Петро Порошенко. Поэтому мы сегодня вышли на акцию для того, чтобы отобразить свою позицию, негативную позицию действующему президенту, поскольку в любой цивилизованной стране на этой почве уже был бы инициирован импичмент, либо же глава государства сложил бы свои полноты. Наша акция основана на тех записях, которые были опубликованы беглым олигархом Онищенко, в которых фигурирует действующий президент Петро Порошенко. И по праву Олифа. Рух Новых Сил Михаила Садовича. Действия сейчас таковы, что кроме того, как пошудить с этого, мы сейчас ничего сделать не можем. Поскольку за последние несколько лет у нас было огромное количество, было масса скандалов, при которых наша власть цинично ставила граждан своей страны в определенную позицию. Я не буду сейчас говорить и приводить в пример веру и надежду, которые развеялись. Я не буду говорить о реформах, которые должны были осуществиться. Я даже сейчас не хочу говорить с позиции одного из лидеров действующей оппозиции. Я хочу говорить сейчас от лица обычного гражданина Украины, который терпит. Терпит, как все остальные терпели в свое время финансирование проекта «Стена Яценюка». И по факту мы получили обычную калитку. Но тем не менее мы толерантно ко всему этому отнеслись. Также мы терпеливо отнеслись к тому, что все на всю страну видели, как один из лидеров радикальной партии Игорь Масейчук берет взятки тысяч долларов в виде взятки. Но тем не менее этот человек до сих пор находится сейчас в духовной радио Украины. Мы видели и терпеливо отнеслись к тому, как Насиров, которого обвинили в нанесении ущерба государству в размере двух миллиардов гривен и которого Великобритания фактически признала гражданином Объединенного Королевства. Спустя два месяца, как ему вручили подозрение, он вернулся на работу. И мы равнодушно к этому всему отнеслись. Также мы терпеливо отнеслись к тому, когда на всю страну мы видели видеозапись, на которой сын министра внутренних дел договаривается о тендерных закупках по завышенным ценам относительно рюкзаков. Мы спокойно к этому отнеслись. И таких примеров можно привести, я думаю, масса. Огромное количество. Можно говорить о днях рождения, можно говорить о свадьбе генерального прокурора, на которой был собран весь этот винегрет. Они все вместе встречаются, и регионалы, и якобы наша демократическая оппозиция. Цинично продают интересы государства, и потом они удивляются, почему все мы их называем барыгами. Сейчас у нас есть явный прецедент, при котором у нас снова появляется шанс. Шанс, при котором я могу только призвать вас быть активными, активными в своей позиции, активно проявлять эту позицию по отношению к вашим близким и к вашему выбору. Потому что все зависит исключительно только от нас и от нашего выбора. От того, насколько этот выбор будет устойчив и не подкупаем. Тем самым я хочу отметить то, что произошло в Армении. Также я хочу поздравить народ Армении с тем, что они смогли. А смогли абсолютно мирным путем они без каких-либо силовых противостояний заставили правительство уйти в отставку. То, что произошло в Армении, это огромный повод доказать, что для того, чтобы в стране что-то изменилось, нет необходимости в том, чтобы мы проводили какие-то революции. Нет необходимости в том, чтобы были силовые противостояния. Нет необходимости в том, чтобы был какой-то денежный ресурс. Чтобы какие-то олигархи были заинтересованы в изменениях. Нет абсолютно никаких причин тому, чтобы ставить эти сцены, проводить концерты, собирать людей, заинтересовывать этих людей, чтобы они приходили и проявляли какую-то инициативу. Нет в этом абсолютно никакой необходимости. Необходима лишь революция сознания и воля народа. Воля для того, чтобы выйти за свои права. А как мы знаем, источником власти в нашей стране является народ. И только народ сможет что-то здесь изменить, если он будет проявлять свою позицию активно. Поэтому, друзья, я хочу пожелать вам всем быть активными, любить свою страну. И только в таком случае что-то у нас получится. Слава Украине! И вам слава! Также, если кто-то хочет высказать, пожалуйста, я буду очень рад. Видеть опять знакомые лица, видеть людей активных, которые пришли поддержать эту акцию, поддержать, в принципе, высказать свое личное мнение, свое негодование и поддержку в том, что вы любите свою страну и вы готовы бороться за свободу свою же. Мы сейчас, и я, в том числе, занялась очень сильно изучением главного закона нашей страны. Это Конституция Украины. Так вот, в этом законе я хотела бы главный тезис сказать. Он небольшой. Я всем рекомендую его прочитать, понять, осознать. Но самый главный я хотела бы сказать одно. Соття пятой Конституции Украины. Народ единым жерелом влады. Мы, только мы, можем исполнять власть и стать господарями на своей стране, на своей земле. Только мы, только народ. Более того, 72-я статья Конституции, которая говорит, что всеукраинский референдум, а потом разъяснение было Конституционного суда, что всеукраинский референдум, да, основной законодательный орган в нашей стране, это Верховная Рада, ОЛЭС, въезд на 72-й статьи Конституции, всеукраинский референдум точно так же может принимать законы главные. И точно так же они будут в действии. То есть мы можем принять закон об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности. Для этого нам нужно провести всеукраинский референдум. Это говорит о том, что мы, народ, можем это сделать. И мы главный жерел власти. Я вас очень прошу, включайтесь, читайте. Эта Конституция, она написана для народа и ради людей. Слава Украине! Первое слово. Конечно, пожалуйста. Любой, пожалуйста, кто желает сказать. У нас очень хорошая Конституция, очень красивая, может быть, самая лучшая в мире. Но там есть такие положения, которые не осуществили. Например, импичмент президента. Очень красиво. Но его провести нельзя, потому что нет. Верховная Рада статью в Конституции. Импичмент есть. Процедур нет. На сахте, а у меня депутат. На сахте, а у меня депутат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова